Меня зовут Евгения Риваденко, я актриса театра и кино. Я думаю, что в жизни каждого актёра рано или поздно наступает такой момент, когда он упирается в свой профессиональный потолок, так сказать. Особенно если достаточно длительное время ты играешь одни и те же роли, то рано или поздно это с тобой происходит. Так случилось и со мной. И именно в тот момент, когда это произошло, когда я просто не знала, куда мне идти, куда мне бежать, кого звать, кому кричать, что мне делать, я увидела в интернете объявление студии актёрского мастерства шум о наборе учеников. Я очень благодарна Ларочке за то, что она приняла меня в свою команду учеников, за то, что она поделилась со мной своими секретами, своими моментами, за то, что она научила меня углубляться в роль, в вопрос, связанный с твоим персонажем, с ситуацией, в которой он находится, потому что это очень важно знать и уметь. Я очень благодарна ей за её безграничный позитив и море улыбок. Что я заметила в этой школе, чего нет во многих остальных, это индивидуальный подход. Лара такой человек, она очень позитивный, очень открытый, притягивающий к себе всё живое в округе, и при этом она видит твоё зерно, она чувствует тебя, и она даёт тебе именно то, что нужно тебе. У неё абсолютно ко всем индивидуальный подход, свой подход. И она видит это зёрнышко, она его берёт, она его холит, лелеет, она его взращивает, и в итоге ты расцветаешь, просто не по дням, а по часам ты расцветаешь, и ты становишься личностью, ты становишься перспективным актёром, что очень важно и ценно для действительно хорошего актёра, не просто человека, не просто личности. Что мне было сложно на курсах у Лары, так это даже не то, что какой-то материал не усваивала, или ещё что-то, мне было сложно заставить себя работать с первого дубля. Я могу, но не сразу. И именно над этим мы тоже работали, и я очень благодарна Ларе за то, что она дала мне то, что она знает, за то, что она поделилась со мной своими ценными знаниями, и я вот низкий поклон, я иду и работаю дальше, в театре. Я ищу новые роли, прохожу пробы, кастинги. В общем, моё мнение, идите к Ларе, не пожалеете. Продолжение следует...